Мой любимый и родной город Алматы расположился у подножия гор Зайлийского Алатау и имеет своеобразный, довольно мягкий климат, хотя и с непростой экологической ситуацией. Алматы очень долгое время был столицей Казахстана и по сей день продолжает оставаться культурным и финансово-экономическим центром страны. Кроме того, до 2017 года Алматы был единственным в Казахстане городом-миллионером. Вторым таким городом стала Астана. Алматы очень уютный город со своим настроением и атмосферой. Как признался недавно мой друг, когда я впервые приехал в Алмату, этот город пленил и зацепил меня. Я почувствовал здесь что-то родное. В сегодняшнем влоге я хочу рассказать и показать вам свой город, свою Алматушечку. Ну, конечно, друзья, я не могу пройти мимо этого магазинчика, потому что это мой бренд профессиональной одежды, который родился здесь, в Алмате и стал популярным не только в Казахстане, но и в других странах, далеко за пределами нашего красивого города. И когда я придумал этот бренд, мне хотелось, чтобы вот это вот алматинское настроение, вот это вот настроение моего родного города, оно как бы передавалось в одежде, в том стиле, чтобы именно алматинский стиль профессионала, он был узнаваемый. И мне очень приятно, что по всему миру профессионалу выбирает именно этот бренд, который родился здесь, в Алматы. Что же такое алматинский вайп? Для меня это непередаваемое ощущение того, что ты находишься на своем месте. Это какая-то своеобразная атмосфера и настроение, когда ты можешь на уютной городской улочке посидеть в кафе и выпить любимого напитка, пообщавшись с друзьями, обсудив какие-то новости. Да и вообще, Алматы это очень уникальный город. Я ехал сюда по вот маленькой улочке по Виноградово и на эту маленькую улочку на Аносово поворачиваю и включил или не включил, я не помню, поворотник. И все, во двор заехал и во дворе еще направо поворачивал. И такой парканулся, и следом менты, патрулька останавливаются. И такие, здравствуйте, вот у вас административное правонарушение. Я говорю, ну окей, понятно. Какое? Они говорят, вы поворотник не включили. Ну и что-то меня понесло. Я говорю, а что, проблем больше у нас нет, да, кроме как останавливают людей за поворотником. Или, например, вон по автобусной полосе все едут. Что-то я ни разу не видел, что всех останавливали и каждому выписывали штрафы. Я не спорю, есть какое-то нарушение. Штраф, пожалуйста, оплачивай. Но во мне вот это вот сидит недовольство, недоверие к сотрудникам, полива. Вообще, в принципе, к полиции в Казахстане. Потому что когда происходит что-то серьезное, вот у меня произошла серьезная ситуация, там, пару месяцев назад. Это кража в особо крупных размерах. У меня завелся мошенник, девушка. И, в общем, она крала деньги, обманывала, там, товар вывозила и так далее. И я вызвал, помню, дежурку, 102. Приехали, говорят, ну, вот здесь вот доказательств нет, мы это делать не можем, там, можем, там и так далее. В итоге, конечно, я добился того, чтобы уголовное дело было возбуждено. Но сам факт, сам факт того, что неужели, чтобы наши доблестные полицейские работали, это нужно какую-то огласку придать, это нужно прям пойти, конфликтовать, доказывать, что ты не обезьяна, доказывать, что все вот ровно, четко. Ну, а сегодня у нас влог о Балматее. Я очень хочу показать город и рассказать о том городе. В общем, очень хочу показать Алмату, рассказать об этом городе, моем родном, там, где я родился и вырос. И вот буквально мы едем по одной из центральных улиц, это улица Ауэзова. Сейчас будем выезжать на проспект Раймбека. Раньше он назывался Ташкентская, улица Ташкентская. И много слухов ходило и ходят, почему именно Ташкентская. Но я так подозреваю, потому что это такая трасса была, которая уходит в Ташкент. Вот, здесь, видите, у нас все копают, что-то копают постоянно, что-то делают. От этого качества дорог оставляет желать лучшего и никак не улучшается. Улица Ташкентская выходит прямиком на Ташкент. Да не, шучу, просто она выходит и продолжается там в трассу, получается, которая выходит через Тарас, в Чемкент, в Ташкент. И раньше же был Советский Союз и не было таких вот границ, какие есть сейчас. И мне кажется, это вот осталось все оттуда. И так и делятся наши коренные жители от приезжих, от тех людей, которые гостят в южной столице Казахстана, в Алма-Ате, что мы алматинцы почему-то привыкли называть улицы старыми названиями. А наоборот, приезжие или те, кто, может быть, новое поколение, они называют уже современными названиями улиц. И интересный факт, что в Алма-Ате мы не называем там, как во многих городах мира, улица и номер дома. Когда мы называем адрес, мы говорим пересечение. И мне кажется, это интерес, потому что по правилам градостроительства, ну, насколько я осведомлен, вообще правильно города строить по окружности. А Алма-Ата, так как это был форт верный, крепость здесь была, конечно, здесь в основном все перпендикулярно. Ну, улицы расположены перпендикулярно друг к другу. Ну, и еще в довесах хочу сказать, что я когда был в Нью-Йорке, там тоже все называют пересечение улиц, когда нужен какой-то адрес. Напишите мне в комментарии, как вы называете адреса, ну, допустим, в такси в своем городе. Вот, ладно, большие улицы. Вот это все и на маленьких улицах, и на больших, и на каких-то супер-мега важных улицах. Все вот в таких люках, посмотри. Почему нельзя вот сделать все ровно, а? Едешь и кайфуешь. Нет, вот это вот, вот смотри, все объезжают, все объезжают это все. Это сейчас мы еще посмотрим, это не единственное, да, это просто нам попало сейчас. Сейчас мы еще с тобой проедемся, посмотрим улицы. Ты офигеешь. Ну, это просто страшно, честно. Это просто жена Казахстана вообще удивляет. О, май, ты бы на чём, да. Обещание, только обещание. Прям очень печально. Это ужас просто у нас здесь. Слушай, там нет, ну, как дорог, их нету. У нас сначала ходовкой. Ужасно, да. Финал как-то такой корпусом водит. Ну, это потому что поворот. Вот это за сними, видишь, все едут. Вон, видел, какая глубокая дырка? Жесть просто. Но, несмотря на эти ежегодные проблемы с асфальтом, город продолжает развивать свою дорожную сеть и общественный транспорт. Так были сданы в эксплуатацию восточная водная автодорога и Бакат. Это бездная дорога, которая проектировалась как шестиполосная автодорога первой категории длиной в 65 километров. Но проблема пробок, особенно в час пик, остается актуальной как никогда. Примечательной является история строительства алматинского метрополитена. Первая очередь, состоящая из семи станций, была открыта лишь в декабре 2011 года, хотя строительство метро началось аж в 1988 году. Интересно, почему так долго? Я все-таки связываю это с тем, что Алматы находится в очень сейсмоопасной зоне, поэтому мы, коренные алматинцы, давно привыкли к периодическим толчкам и небольшим землетрясениям. Хотя в начале 2024 года толчки прям усилились, и землетрясение было настолько сильным, что многие, испугавшись, мигрировали в другие города, а то и страны. Вообще, я же тебе говорил, да, что это мой райончик такой, и здесь мне очень нравится, как все обустроено. И вот такое красивое здание банного комплекса появилось, ну, сравнительно недавно, несколько лет назад. Здесь был частный сектор. И вот мне всегда интересно, в Казахстане у нас люди любят очень бани, любят мыться, отмывать. Люди любят банные комплексы, и мне кажется, зачастую выгоднее в Казахстане заняться вот таким бизнесом, нежели здесь открыть какое-то производство, что-то там обрабатывать, что-то создавать. Ну, не знаю, Казахстан, жена, Казахстан, посмотрим, что будет дальше. В Алма-Ате, говорю, есть большой плюс, что у нас уважают пешеходов, и спокойно можно пройти по пешеходному переходу, и все остановятся, и пропустят тебя. Не знаю, с чем это связано, с культурой, этикетом, или с супер-мега какими-то дикими штрафами. А штрафы у нас в Казахстане просто растут с каждым днем, как и цены на все продукты питания. У меня такой будет выпуск. Социальный. А еще у нас в городе очень много мест, где можно погулять, где можно провести спокойное время или отдохнуть. И вот мы на одной из таких площадок, которые для детей, для молодежи сделаны, кто увлекается скейтбордами. Можно здесь классно покататься, и тут постоянно, там, летом, когда вот тепло, сейчас вот хорошая погода, здесь собирается молодежь, катается, увлекается, и это очень круто. Вообще, мне кажется, всякие такие урбанистические вещи, ништяки, которые созданы для людей, для того, чтобы люди могли спокойно выйти, посидеть, да, приятно провести время, отдохнуть. Это очень важно. В каждом уютном таком городке должны быть такие места, места отдыха, места, где люди гуляют. Эта речка называется Весновка, и очень приятно, что сделали такой небольшой ремонт тротуаров, набережной. И вот можно пройтись по этой речке, уйти, например, вверх, далеко-далеко, там, в Зальфарабе, где начинаются горы. И здесь такой приятный ветерок всегда дует. Что интересно, что в Алма-Ате все эти небольшие речки, они все текут с гор, да, то есть это талая вода. Зимой, конечно, воды нет, но вот когда начинается теплая погода ближе к лету, речки набирают свою скорость, и здесь довольно много воды. И очень классно вечером, знаешь, прийти сюда, сделать пробежку или просто постоять, знаешь, поразмышлять. Всегда вода, она успокаивает. Алматинская барахолка Алматинская барахолка – это комплекс рынков, которая раньше, конечно, являлась такой стихийной торговлей. А сегодня Алматинская барахолка – это достаточно современные торговые центры с бутиками, с кондиционером и с грамотной организованной парковкой. Когда находишься в Алма-Ате или когда рассказываешь про этот замечательный город, невозможно обойти стороной барахолку. И, в принципе, мы уже приехали сюда, и здесь можно посмотреть, как вот эти торговые ряды расположились. Вот эта вот улица, и справа, слева от нее расположены сейчас уже более-менее какие-то современные торговые центры, Но раньше, особенно в 90-х годах, в начале 2000-х, здесь была такая очень стихийная торговля. Здесь стояли контейнеры, зимой все стояли на морозе. И я до сих пор помню, как маленьким мальчиком мы приезжали сюда, и я мерил джинсы на картонке. Я думаю, многие сейчас помнили это. Конечно, ностальгия, но время диктует свое, и нужно создавать для людей более-менее хорошие условия труда. Конечно, путь от стихийной торговли к таким торговым центрам, он не был гладкий. И несколько лет назад очень громкие здесь были дела, здесь были пожары, после которых уже начали возводиться такие торговые центры. Поэтому, если вы приехали погостить в Алмату или решили перебраться сюда, ну или для алматинцев, все-таки барахолка это какая-то неотлеемлемая часть. Вот раньше, я помню, здесь все было заставлено торговыми рядами, парковаться было негде. И вот такой красивой парковки, которая сейчас, ну как красивой, уже не стихийной, а такой довольно структурированной парковки, ну раньше не было такого. А сейчас есть. Пойдем посмотрим, по пару рядам пройдемся. Вот сзади меня, видишь, вход на рынок и казахстанский флаг. И многие, наверное, подумают, что здесь продаются казахстанские товары. Но как бы не так. Конечно, основной товарооборот на барахолке это товары из Китая, но также есть там товары из России, кто откуда привозит. Но 90% это товары из Китая. Поэтому сейчас торговля может быть и не такая, как была раньше, и не то чтобы виной. Причина, конечно, в прогрессии в том, что сейчас каждый может зайти на все китайские онлайн-маркеты и заказать там с доставкой до дома. Это, по-моему, единственный базарчик здесь на барахолке остался, где еще вот эти контейнеры, палатки есть. Еще раньше, я помню, здесь на барахолке всегда было очень вкусно. Здесь было много таких, знаешь, маленьких столовых или кафешек, где можно было очень недорого, но очень вкусно поесть. Здесь шашлык, лагман, и вот смотри, еще здесь есть советский шашлык. Я думаю, что он, ну, будет какой-то бомбически вкусный. Вообще, Алматы очень контрастный город, и алматинцы делят его на нижнюю и верхнюю часть. И более престижные, и более премиальные локации, дома, жилые комплексы, а также торговые центры находятся в верхней части. Когда приезжаешь в Алмату, невозможно не посетить это место, оно прям притягивает к себе. И сзади меня стоит дворец республики. Это, наверное, ну, в свое время был самый большой, наверное, концертный зал, где проходили там мероприятия, различные концерты. Это очень классная локация, она находится прям в центре Алматы, и здесь очень много таких достопримечательностей, кроме дворца республики. Здесь у нас есть гостиница «Казахстан», которую можно посмотреть. И вот видите, зелеными надписями «Коктюбе» — это канатная дорога, которая отправляется в горы, на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на город. Это кинотеатр «Арман». Я помню, еще маленьким мальчиком я пошел в кинотеатр «Арман», тогда показывали «Бэтмен». Еще Шварценеггер играл, помните? Такая серия про «Бэтмена» была. И выдали такие очки картонные, красно-синенькие, я помню, надел. И там 3D, и я такой подумал, вау, нифига себе, это вообще возможно или нет? Но сейчас чуть-чуть видоизменилось здание. Очень жалко, что в Алмате вот такие кинотеатры, их просто видоизменили до неузнаваемости, а некоторые даже снесли, как кинотеатр Алатау. Вот теперь на месте кинотеатра Алатау находится, чтобы вы думали, Макдональдс. Здесь, конечно, кому как. Конечно, прикольно, когда у тебя есть и кофейня, и что-то перекусить. Но вот эти вот Старбаксы, Бургер Кинги, и все это уже так засорено, что мне лично не нравится. Друзья, еще одну локацию замечательную я вам хочу показать и рассказать о ней. Мы находимся прямо, можно сказать, в центре, ну, таком деловом центре Алматы. И вот это вот здание, это был, наверное, первый торговый центр вообще в Казахстане. Он открылся еще в 90-х годах. Это был турецкий такой формат, и магазин назывался «Рамстор». В чем еще прелесть этой локации? Вот буквально напротив меня находится резиденция президента. Напротив нее находится национальный музей. Ну и деловой центр, он как бы начинается вот отсюда. Ну что, друзья, надеюсь, мой влог об Алмате получился, и он вам действительно понравился. Ставьте лайки обязательно, и напишите мне в комментариях, какие темы еще раскрыть. Было ли интересно и о чем рассказать в следующем выпуске. Обязательно подпишись, и всем пока!